Смотрите выпуски. Взрыв газа в жилом доме в Стерлитамаке. Репортаж с места событий. В Уфе экстренно закрыли семь пляжей. Воду из Белой и Уфимки проверят в лабораториях. В Уфе 200-летнюю улицу в центре города разрушают самосвалы. Мы оценили ущерб. Моя Мишель, Томас Мраз, Сюзанна. Каким был фестиваль День молодежи в Уфе? В Стерлитамаке по адресу Артему 150 произошел взрыв бытового газа. На месте работают дознаватели МЧС России и другие экстренные службы. По официальной информации, семь человек пострадали. Из них двое несовершеннолетние. Один человек погиб. Взрыв повредил 11 квартир первого подъезда. Полностью выбило окна на втором этаже и стекла на третьем. На газоне и тротуаре вокруг дома лежат вещи. Ударной волной их отбросило на несколько метров. А еще утром ими пользовались жильцы. Нам удалось пообщаться с некоторыми из них. Однако горожане попросили заменить их голоса. В момент взрыва почувствовала сильный толчок. Со всех щелей пошла струя пыли. Я испугалась и быстро выбежала. Не успела взять даже телефоны и документы. До этого ходили газовщики, проверяли, потому что кто-то сказал, что пахнет газом. Я выходила, ни в подъезде не пахла, ни дома не пахла. В момент взрыва перед подъездом находилась девушка с коляской. Их откинуло сильным ударом от подъездной двери. Позже выяснилось, что здоровью годовалой девочки ничто не угрожает. Пожарными и спасателями эвакуированы около 80 жильцов дома. На базе главного правительства России при субрике Башкадавстан собран постоянно действующий оперативный штаб. Оперативный штаб возглавил глава администрации Стерли-Тамака. Сейчас проводим оценку состояния жилого дома, а также разбираемся на причинах происшествия. Вот, вот, школа, вот это, что вы встретите. Вот, вот, отправили. Жителей первых двух подъездов на автобусе отправили в ближайшую школу. Там организован центр помощи. Горожане обеспечены питанием, им оказывается психологическая и юридическая помощь. В одном из общежитий создали пункт временного размещения для тех, кому негде жить. Еще один очевидец, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что почувствовал во время взрыва. Проходил газовик, опрашивал по квартирным. Я сама ничего не видела, слышала только хлопок. Думала, две машины столкнулись. В окно посмотрела, ничего нет. Сосед говорит, взрыв. Я и вышла на улицу. А то, что запах газа был, тоже сосед сказал. Позже в прокуратуре Башкирии сообщили, что в квартире, где произошел взрыв, действительно проводили ремонтные работы. Двое пострадавших – сотрудники газовой службы. Они с ожогами разной степени доставлены в медицинские учреждения. Я пошел в это, окошко открывать. Ну и не дошел, хлопнул. Была концентрация большая, взрывоопасная, поэтому хлопнул. А это чего хлопнул, я не могу сказать. Как будто не со мной это, понимаете, как будто во сне это. Синий, желтый все. На горячках выгодил, чувствую, что бушка горит. Тушить начал. По факту взрыва прокуратура проводит проверку, а Следственный комитет Республики возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Алмаз Рахимов, Сергей Столяров, телеканал ЮТВ В Башкирии произошел пожар на несанкционированной свалке около села Яноктаево Краснокамского района. Как сообщает Госкомитет региона ПЧС, именно там 1 июля произошел пожар на площади более 700 квадратных метров. Спасатели сумели взять под контроль огонь, возгорание локализовано. Пострадавших нет. На данный момент проводится отсыпка грунтом. Ведомстве также уточнили, что превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе не выявили. Сейчас устанавливается причина пожара. В Уфе во время капитального ремонта старинного здания в центре города обнаружили подземный этаж. Как сообщили в администрации Кировского района, работы проводились около двухэтажного доходного дома Гениатулы Капкаева на улице Закива-Леди. После дождей цоколь затопило, сообщили трудящиеся на месте строители. Сейчас там продолжаются работы по ремонту фасада, кровли и укреплению цокольного этажа. Отметим, планировка дома предусматривала три подъезда с отдельными входами. Также в здании располагался капкаевский магазин. По данным Башкультнаследия, здание было построено в 70-х годах 19 века. Весенний паводок давно закончился, но сегодня, 2 июля, реки Уфа и Белая сильно прибавили в уровни воды. Причиной тому назвали обильные дожди. Вода в реках помутнела, а на официальных пляжах Уфы был введен запрет на купание. Мы проехались по нескольким зонам отдыха, чтобы посмотреть на последствия внезапного подъема уровня воды. С утра на многих пляжах появились аншлаги и знаки, которые предупреждают, что в ближайшие несколько дней купание может быть небезопасным. В Управлении гражданской защиты Уфы говорят, что пока остается только внимательно наблюдать за ситуацией. Из-за повышения уровня воды в реках Белой и Уфе, связанного с обильными осадками, в Уфе вводится запрет на купание даже на официальных пляжах, которые расположены на береговой линии этих рек. Это необходимая мера, так как при повышении уровня воды увеличивается скорость течения, под водой могут находиться затопленные конструктивные элементы и мусор, также ухудшается качество воды. Все это угрожает безопасности купающихся. Наблюдаем повышение уровня воды. Когда спадет, пока не можем прогнозировать. Качество воды в такой ситуации – отдельная тема. На пляже Солнечный съемочная группа ЮТВ застала специалистов Центра гигиены и эпидемиологии, которые собирали образцы воды вблизи зоны отдыха. В ведомстве в ответ на наш запрос рассказали, что в республике проверяют зоны отдыха по пяти показателям. Сперва мы приехали на пляж Солнечный. Даже посреди вторника здесь довольно много отдыхающих. Большинство людей стараются держаться на берегу. Но находятся и те, кто заходит в воду, умывается в ней и даже плавает возле затопленных мусорных урн. В управлении гражданской защиты нам уточнили, что следить за соблюдением запрета на купание все же должны арендаторы пляжа. Но даже с ресурсами спасателей, которые стараются оградить людей от грязной воды, завершить на время пляжный сезон сложно. Дальше мы приехали на пляж Водник в Затоне. Он и раньше не выделялся большой пляжной зоной. К моменту съемок сюжета она, кажется, стала еще меньше. Например, раздевалка оказалась наполовину затопленной, а длину оборудованного спуска к реке вода сократила вдвое. Ситуация на пляже Водник, на мой взгляд, куда печальнее. Вода все такая же коричневая, к берегу прибило очень много мусора. Где-то за моей спиной прямо сейчас проплывает даже деревянный поддон. Но такое соседство, кажется, никого не смущает, потому что на пляж пришло очень много горожан, которые все-таки осмелились искупаться. В Центре гигиены и эпидемиологии ЮТВ рассказали, что результаты исследований будут готовы через пять дней. И если они не будут удовлетворительными, некоторые пляжи могут закрыть при участии прокуратуры. Егор Полторыхин, Игорь Яковлев, Телеканал ЮТВ Дом трясется, вон все потрескалось. Дома на улице Трактовая, которая является спуском от микрорайона телецентра в Нижегородку, по версии местных жителей, покрываются трещинами из-за строительной техники. Она регулярно проезжает мимо их окон. Нередко размеры транспорта превышают габариты ветхих домиков. Аж все трясется. Ну и ямы, видите, сами образовались уже от колодца, конечно. И все беспокоены мы вот этим движением грузов. Камазы вот эти проезжают практически вот так подряд. Вот все вот Камазов, наверное, штук пять было как-то вот ехали. Прямо вот слышно было. У нас даже дом этот, ну, натуральным образом трасса. И трактора, и шаманы, и Камазы, и груженные бог знает чем. А дорога в хлам убитая. К слову о дороге, которая, как говорят местные жители, также страдает от колес большегрузов. Эта булыжная мостовая была вымощена в первой половине 19 века к приезду в Уфу императора Александра I и признана объектом культурного наследия. В этом году нашей улице будет юбилей. Эта улица с 1824 года. Клали эту улицу жители наши улицы, их уже давно живых нет, вручную. Так откуда и куда направляются грузовики и строительная техника? У местных есть предположения. Ломают бараки на набережной. Я думаю, больше неоткуда ехать, они уже вынуждены ехать по нашей улице. За состоянием объекта культурного наследия никто не следит. Сетуют жители. Возможно, поэтому некоторые из них не против закатать брусчатку в асфальт. Культурное наследие от него что осталось? Впрочем, есть и защитники булыжной мостовой, сохранившие надежду, что объекту культурного наследия не дадут пропасть. Я бывала и в Казани, везде. Даже, вы знаете, я жила в Польше. Очень много вот таких улиц там, да, но они идеальные. Я не говорю, не прошу, чтобы они мыли шампунью. Хотя бы реставрацию нашей улицы, можно же это сделать. Иногда, когда нам очень нужно такси вызывать, скорые вызывать, очень пожилые люди живут на нашей улице. Некоторые отказываются ехать. Как охраняется булыжная мостовая? Разрешается ли ездить по ней большегрузом? И откуда они едут? Эти вопросы редакция нашего телеканала направила в управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии. Также наш журналистский запрос получила и администрация Ленинского района Уфы. Мы надеемся, что в ближайшее время получим ответы на наши вопросы. Их мы приведем в нашем следующем репортаже. Артур Бигнов, Денис Закареев, телеканал ЮТВ. Текст песни «Не переживай» уфимской восходящей звезды Аниты Гизатуллиной, на Жионета, оказался пророческим. Буквально через пару минут после ее выступления на фестивале «День молодежи» в Меге перестал моросить дождь. И уже никто не переживал, что пасмурная погода испортит праздник. Сама же Анита Гизатуллина, по ее словам, особо не обращала внимания на осадки. Очень круто. Есть над чем работать, но эмоции, конечно, положительные. Это моя мечта, и она исполняется. В репертуаре Аниты Гизатуллины пока только три песни, среди которых один является хитом – сингл «Не переживай». На сольник пока не хватает материала, признается артистка. И такие фестивали, как «День молодежи» в Меге – это большая возможность и поддержка для начинающих музыкантов как унет. К слову, лайнап мероприятия состоял из топовых исполнителей, которые интересны в первую очередь уфимской молодежи. Это не только те, кто делает первые шаги в музыкальной индустрии. Но также артисты, которые не нуждаются в представлении. Мега всегда прислушивается к мнению наших гостей. Мы в том числе спрашивали наших гостей и наших посетителей, кого бы они хотели увидеть на нашей сцене. Исходя из этого был составлен лайнап и выбрана «Моя Мишель», которая интересна как молодой аудитории, так и более старшему поколению. Ходлайнерами фестиваля «День молодежи» в Меге стала группа «Моя Мишель». На протяжении уже нескольких лет они в числе самых популярных в России артистов. Коллектив из Благовещенска активно гастролирует по стране и собирает полные концертные залы, а на стриминговых сервисах за месяц набирает более 4 миллионов прослушиваний. А секрет успеха прост – «Моя Мишель» не гонится за славой и трендами. Мы не материмся и не хайпуем, поэтому наши песни, они совершенно универсальны и подходят для любого региона. «Моя Мишель» выступает в Уфе не в первый раз. Несмотря на плотный график, музыканты ранее успели погулять по столице Башкирии и оценить национальную кухню. А еще ребята знают уфимских музыкантов. Например, Томас Мраз, очень, мне кажется, интересный молодой исполнитель. Ну и, конечно же, мой любимый Юрий Шевчук, на музыке которого я просто выросла. Кстати, для уфимского фестиваля «День молодежи» в Меге музыканты подготовили специальный плейлист. Подбирали плейлист с любовью, выбрали все хиты, ну и немножко песен, которые редко играем, просто для удивления. Также на мероприятии выступила Сьюзанна, в Уфе она во второй раз. Я рада, что я имею честь исполнять вам свою музыку, делиться с вами, дарить вам какие-то необычные интересные настроения, мысли. В футболке хоккейного клуба «Салават Юлайф» исполнил свои хиты Томас Мраз, а после он еще раз вышел на сцену во время выступления группы «Лаут». Парни из Уфы вместе исполнили всеми любимую песню. Самое главное – это здоровье, самое главное – это ментального спокойствия, счастья, находите свой путь, занимайтесь. Все замечательно, спасибо большое за организацию. Очень громко, очень весело, очень круто. Отлично, Вайбова. Мишель, моя Мишель. На «Лаудов» и на «Томса Мраза». Я не была в Уфе примерно лет пять, наверное, и вот пришла послушать. Вот этот масштаб, как развивается Уфа, как развивается молодежь – это все очень круто, праздник крутой. Отлично, мы вот пришли в магазин, даже не знали, что здесь какое-то мероприятие. Сошли и увидели таких популярных артистов, мы даже не ожидали. Молодежь у нас классная, вот, смотрите, несмотря на погоду, дождь, они все равно все собрались, знали, кто будет выступать, поддержали нас. И Уфа, я очень сильно горжусь своим городом, естественно, молодежь. Мы классные, вот. Фестиваль «День молодежи» прошел на площадке торгового центра «Мега». Помимо выступления топовых артистов, здесь также работали 20 зон. Это, например, маркет с интересными и классными локальными брендами. Или танцевальный баттл «Мега Дэнс Фест». «Мега» – это на самом деле больше, чем торговый центр. Мы пространство для встреч. Мы объединяем разные сообщества и создаем интересные проекты не только сами, но и совместно с другими сообществами. Например, «День молодежи» создан совместно с администрацией города и разные сообщества, такие как танцевальное сообщество, скейт-ребята. Они приходят к нам и вместе с нами творят эту историю и делают этот фестиваль. Розилил Дашбаев, Анастасия Никишина. Телеканал ЮТВ. «День молодежи» Субтитры создавал DimaTorzok